Шановные друзья, добрый ранг. Обстановка оперативной вокруг Украины военной. Здравствуйте, уважаемые друзья. Оперативная обстановка вокруг Украины. Северо-западнее Киева наши войска освободили город Макаров. Сейчас там укрепляются и гоняют врага. Это серьезный успех наших вооруженных сил на седьмой день от начала агрессии. Мы перешли в контрнаступ на отдельном участке. Освободили важный район местности. Надо верить ВСУ, потому что с военной точки зрения наши воины творят чудеса. Черниговское и Сумское направления. Мы остановили противника. Отдельные части и подразделения сейчас пытаются сместиться в те районы, которые не заняты вооруженными силами Украины, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления. Мы знаем об их намерениях и контролируем ситуацию. Их ждет очень много сюрпризов. Харьков. Противник пытается продолжать наступательную операцию на Харьков, пытаясь охватить город с запада, но терпит катастрофические потери. Уже понесы огромные потери в технике и темпы сейчас очень замедляются. Наши подразделения удерживают основные позиции за рубежом, укрепляются на окраинах села Горловка, что отвлекает значительные силы и внимание противника. Мариуполь. Город держится. Ситуация контролируема. Направление Херсон-Николаев. Противник вторые сутки пытается продвигаться, терпит сокрушительные поражения. Не может продвинуться и сообщить о тактических успехах. Запорожье и Анаргадар. Города под контролем украинских военных, украинского общества. Города готовы к обороне. АС в безопасности. Сейчас оснований для волнения нет. Что касается Одессы и Николаева. Города держат оборону. В Николаеве разбит воздушный десант полностью. Ситуация контролируется нашими военными и руководством областных администраций. Мэр. Сообщения у якобы идущих на Одессу кораблей были радостно восприняты украинскими защитниками города Одессы, которые с нетерпением ждут врага. Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины. В частности, по Киеву, Харькову, Житомиру. Следует понять, что эта тактика с военной точки зрения не имеет никакого смысла. Это чистое устрашение местных жителей. Попытка нас сломать психологически. Единственный хороший ответ на это – не сдаваться и держаться. Каждый из нас – солдат. Каждый из нас воюет на своем месте. Хочется выразить слова благодарности жителям и руководству западных областей Украины, которые прилагают очень сильное и мощное усилие для того, чтобы обеспечить центр, юг и восток Украины, которые бьются необходимым оборудованием, материальными запасами, техникой, ресурсами, поддержкой и личным составом. Благодарим Западную Украину за помощь центру, югу, востоку и северу. Смотрите, сам факт стойкости, чрезвычайной стойкости местного населения, развернувшего партизанскую войну, и акты общественного неповиновения в захваченных городах и районах. Сам факт того, что держатся города-миллионники, это все замедляет врага. Что нужно делать? Сейчас борьба идет за каждую минуту. Любое действие, способное остановить врага и оттянуть реализацию его замыслов еще на минуту, нам на пользу. Допомога нам сближается еще хвилина, а враг еще хвилина втрачает шансы, ресурсы. Потому что вся ситуация в мире, благодаря санкциям, благодаря реакции международного сообщества, сложилась так, что помощь нам увеличивается ежеминутно, а враг ежеминутно теряет шанс, ресурсы, темпы, и в конечном счете это ведет к срыву его планов, планов стратегической наступательной операции, которую они затеяли против Украины. Таким образом, каждая минута, которую мы продержали, сведет нас к победе, а его к поражению. А поскольку мы не только обороняемся, а уже и контратакуем, то ситуация и вовсе становится более лучшей для нас и более плохой для них. Приблизительные потери врага, личного состава, около 9 тысяч погибших. Вчера у них был очень жаркий день, и против полторы тысячи, которых погибает каждый день, вчера погибли ориентировочно две с половиной тысячи. Танков 217 единиц. Боевых бронированных машин – это БТР и БМП 900 единиц. Артиллерийские системы – 90. Реактивных систем залового огня «Ураган», «Град», «Смерч» – 42. Средств ПВО – 11, самолетов – 30 единиц, информация уточняется. Вертолетов – 31 единица, информация уточняется. Автомобильные техники – 374. Легкие быстрые катера – 2 единицы. Цистерны с топливом – 60. И беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического действия – 3. Спасибо за внимание. Следите за нашими сообщениями. Все будет Украина. Украина.